Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире студия «Вечерний Дмитров». Сегодня вторник, а это значит, что в ближайший час на нашем телеканале вас ждет традиционный разговор в прямом эфире. На этот раз на мои вопросы в студии и ваши звонки по телефону будет отвечать заместитель главы администрации Дмитровского городского округа Александр Витальевич Айропетов. Напоминаю, что в студии, как обычно, работает контакт-телефон, вы увидите на экране 224-22-33, так и можете писать на нашем сайте www.dmitrov.tv.ru. Но прежде чем мы перейдем к теме нашего эфира, по нашей доброй традиции, давайте поближе познакомимся с Александром Витальевичем, который впервые принимает участие в прямом эфире. У нас такая традиция. Александр Витальевич, несколько слов о себе, о своей семье, где родились, какое учебное заведение закончили, где удалось поработать до назначения на эту должность. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые телезрители. Михаил Николаевич, спасибо, во-первых, что пригласили в свою студию. Очень приятно находиться здесь. Что могу рассказать о себе? Родился я и вырос в Московской области, город Истра. Женат, воспитываю. С недавнего времени стал многодетным отцом трех детей. Дочь родилась буквально 13 августа у меня. По образованию, имею на сегодняшний день юридическое образование. Также закончил Академию народного хозяйства и государственной службы президента Российской Федерации. по направлению государственной службы. Работал в 2005 году в налоговой, более года, как раз в отделе регистрации и учета налогоплательщиков. Также потом занимался бизнесом. С 2014 года был избран депутатом Совета депутатов Бужеровского сельского поселения Истринского муниципального района на тот момент. Потом в 2015 году депутаты утвердили меня главой поселения. Там я проработал до 2017 года марта месяца. После реорганизации Истринского района в городской округ перешел на работу в администрацию городского округа Истра в качестве заместителя, руководителя администрации. Курировал там вопросы потребительского рынка и услуг, сельское хозяйство. После чего пригласили поработать сюда к вам городской округ Дмитров. То есть здесь масштабы побольше, да? Здесь, да, безусловно, масштаб больше округа. Сам Дмитровский городской округ намного интереснее в плане работы, развития, практики. Для меня вот. Ну а не сложно быть многодетным отцом? Ну еще я полностью не понял, это не прочувствовал, да? Грубо говоря, так дети, у меня 9 и 11 лет, два сына, а вот дочка только родилась. Ну понятно. Но жена-то с пониманием относится к тому, что у вас часто нет дома, постоянно на работе, да? С пониманием, да, сами выбрали этот путь, мне это интересное направление в работе. Хорошо, Александр Ильич, дальше. Ну вот какими качествами должен обладать современный руководитель муниципального уровня? И насколько он должен быть чуток к проблемам простых граждан, которые приходят к нему, например, за помощью приема? Ну, на мой взгляд, в первую очередь, должен быть, не то чтобы даже слышать людей, в первую очередь, да, по своей прошлой работе могу сказать. То есть выслушать каждого жителя, понять проблему, если есть возможность постараться ее решить. Просто с уважением к жителям относиться, любить жителей, потому что сам на сегодняшний день такой же житель. Ну и плюс, конечно, какие знания, в первую очередь, да? Знания, да, что-то, знания законов, практика появляется, то есть по месту работы. И порядочность, да? Порядочность, в первую очередь, да. Хорошо, но вот ваше отношение к политике связано, ну это напрямую связано с тем, как вы попали. То есть вы прошли школу сначала депутата, потом руководителя поселения, да? То есть в политике вы постоянно следите? А к мировой политике как? Тоже постоянно и новости смотрю, то есть что происходит у нас и на нашей, скажем так, территории Российской Федерации и за рубежом. То есть наблюдаю. А являетесь ли вы членом какой-либо партии? Был членом партии, значит даже был секретарем Единой России, но с декабря месяца без партии на я. Из партии вышел. По каким? По личным просто соображениям вышел на сегодняшний день, то есть никакой партии не принадлежу. Понятно, но КПСС вы не застали. КПСС нет, то есть я 85-го года рождения. Понятно, хорошо. Еще такой вопрос. Я понимаю, что не так много времени у руководителя района окружного уровня, да? Но если все-таки оно появляется, как вы любите проводить время? Я вообще, ну вот, даже вот сейчас после эфира, сумка с собой у меня, поеду в хоккей играть. То есть в хоккей увлекаюсь, футболом, но по спорту вот если брать, если. То есть зимой это сноуборд, лыжи, а Дмитров, сами знаете, хобби-спорт. Дмитров в Московской области у нас известен. Понятно, в хоккей играете профессионально как? Любитель. Любитель. Нет, ну в команде. Школу прошли? Нет, школу не заканчивал, самоучки. То есть вот раньше как играли в поселке, сами тренировались, заливали каток. Ну а теперь играете где у нас в Ледовом дворце? У вас не играю, к сожалению, еще не добрался до Ледового дворца. Играю в Зеленограде и в Москве вот в чемпионат РТХЛ. То есть есть группа, да? Да, есть группа, там по любителям подбираются. То есть в ночной лиге играете? Не ночной, у нас РТХЛ, российская хоккейно-товарищеская лига. Понятно. Хорошо, но есть смысл вам попробовать уже и у нас. Здесь у нас тоже много любителей, любительских команд. Хорошо, а какую литературу предпочитаете иметь в качестве настроения книги и любите ли вы путешествия? Путешествия люблю. По литературе сложно сказать. То есть, ну, что на сегодняшний день прям предпочитаю такого. Хобби прям нет у меня по литературе. Ну понятно, нет, ну, все равно исторические или может быть что-то? Ну исторические, Карл Маркс, Капитал. Классика, да? Нет, ну не, может, мелодрамы, любые вики, что вы, какой... Читать или смотреть? Нет, ну и читать, Берд, детективы любите? Ну, иногда, да, детективы. То есть, больше так прессу вот смотришь на сегодняшний день, там, РБК, не РБК, советский спорт. Понятно. Ну и напоследок, наш традиционный вопрос, ваша мечта и насколько она реального воплощения? Ну, мечта, чтобы жители, ради которых мы трудимся, все были довольны. То есть, ну, и сам, как говорится, когда выходной, я как житель уже, да, выступаю, сделать это все реально. В принципе, страна нам позволяет это, добиться успехов на сегодняшний день, чтобы процветало там, где мы живем. Хорошо, спасибо за откровенные ответы на вопрос личного характера. Давайте непосредственно перейдем к теме нашего эфира. Но для того, чтобы жители могли сориентироваться, за какие вопросы вы отвечаете, давайте мы их озвучим. То есть, ваше направление, как заместить? На сегодняшний день направление, которое я курирую, это инвестиции, промышленность, предпринимательство, в том числе, и торговля, и также сельское хозяйство. Понятно. Ну, хорошо, давайте тогда мы начнем с что? Сельское хозяйство, это достаточно большой такой пласт. Вот в настоящее время у аграриев наступают горячие деньки, да, пора уборки вырученных ажаев. Как складывается ситуация на полях Яхарпской поймы и удастся ли в полной мере выполнить намеченные планы? Ну, Дмитровский округ является крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции, занимая лидирующие позиции по производству картофеля, овощей среди сельхозпредприятий Московской области. Здесь мы можем похвастаться без всякой скромности, сами это прекрасно знаете. Ну, у нас главный подмосковный огород называют. Да, да, поэтому здесь есть чем похвастаться. Крупные предприятия агропромышленного комплекса Дмитровского городского округа, это у нас Дмитровские овощи, все знаете, представлены на наших магазинах, на потребительских полках. Дубна Плюс, Докогенной технологии, ЗАО Куликово, вот это из крупных, значит, на сегодняшний день уже предприятия начали уборку урожая. По оперативным данным, которые предоставлены предприятиями на сегодняшнее число, значит, у нас зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 2729 гектар, то, что составляет 60% от общей посевной площади, общая посевная площадь, напомню, это 4512 гектар. Намолочены 9000 тонны зерна, урожайность это 34 центнера с гектара. К примеру, в прошлом году за такой же период у нас было 33-4 центнера с гектара. Вот, самая высокая урожайность у нас у Дубны Плюс, здесь они молодцы, и агрофирма Бунятина. Вот, картофель, то, что касается всех хозяйственных предприятий и крестьянских фермерских хозяйств, тоже уже начали убирать, но только началась уборка картофеля. То есть, пока еще рано оценить, да? Только раскачивается, да, но есть данные уже, убрали всего 686 гектар, это 12% от всей посадочной площади. Вся площадь у нас 5523 гектара. Вот. Самая высокая урожайность у нас у докогенных технологий, они, знаете, у нас занимаются непосредственно картофелем профессионалов в этом деле. Вот. И ЗАО Куликово, также агрофирма Бунятина. Вот. Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах убраны с площади 512 гектар, что составляет 13% от всей посевной площади, это 3914 гектар. Вот здесь у нас лидирует Бунятина, знаете, в данном виде. Также у нас идет заготовка сена для животноводства, это более 1000 тонн уже заготовили, то есть тоже здесь есть чем похвастаться. Также предприятие у нас на сегодняшний день готовится к севу азимых культур, прогнозная площадь посева около 2500 гектар. Вот. То, что касается мер поддержки, вот на сегодняшний день предприятий, у нас получают они, меры государственной поддержки видели льготного кредитования, возмещение части затрат по кредитам на проведение сезонных сельскохозяйственных работ, оказание несвязанной поддержки. Это на выращивание зерновых, зернобобовых и кромовых культур, овощей открытого грунта, а также на семенной картофель. Возмещение части капитальных затрат на создание и модернизацию объектов агро-помышленного комплекса. Понятно. А вот к вам вообще обращаются, может быть, какие-то текущие проблемы, если руководитель напрямую? Ну, мы встречаемся и проводим, вот недавно, знаете, День поля у нас прошел, допустим, да, возле деревни Карпова, то есть там были все представлены наши фермеры, такие крупные и некрупные. Большой праздник это был областной, то есть День поля проходил здесь, тоже можем похвастаться. И мне посчастливилось, скажем так, до этого я работал, когда в городском округе Истро, в том году тоже был День поля, как раз на территории городского округа Истро, когда пришел сюда на работу, узнал, что здесь День поля будет проходить, уже думаю, преследует мне День поля в этом плане. Но здесь масштабы, наверное, другие совершенно, да? Ну, здесь, да, здесь уровень сельхозпредприятий намного выше, здесь мне это нравится, то есть есть чем сравнивать. Ну, с руководителями уже удалось познакомиться? С нет, да, с Филипповым были, приглашал, потом Булатов Рамиль, фермер, свободный труд, то есть, ну, со всеми, с Куликовым, со всеми встречались, всех знаю лично, не у всех еще, правда, был, в планах стоит объехать всех, стараясь вот посещать предприятия Данны. Ну, действительно, чем чаще будет встречаться, тем больше, знаете, у этих проблем и быть в теме, да? Да, быть в теме, сейчас тоже не отвлекаю, у них, знаете, такой период сложный, сейчас начался как раз конец года, погода позволяет нам на сегодняшний день, поэтому стараюсь тоже не отвлекать их от работы сейчас. Понятно, ну, вы вот упоминали Дубноплюс, но Дубноплюс это лидер молочного жидноводства не только нашего округа, но и масштабах Подмосковья, масштабах даже, может быть, и России. И в связи с этим вообще, в целом-то, молочное жидноводство как у нас в округе, что вы можете сказать? И в продолжение напрямую вопрос, связанный с проектом сырной долины, то есть, есть молоко, его надо куда-то перерабатывать, то есть, давайте об этом поговорим. Давайте, хорошо, значит, то, что касается сырного кластера, тут хочется поблагодарить в первую очередь министра сельского хозяйства, Разина Андрея Викторовича, да? То есть, благодаря ему, при поддержке губернатора нашего, он, такой проект министр сельхозом ведется. На сегодняшний день у нас уже построены там дороги, водопровод, газ, коммуникация электричество подключено. Значит, будет, уже есть резиденты. То есть, вот резиденты, это те же, которые вот в период закладки, но в период торжественного открытия этого проекта? Да, это значит, резидентами агропарка уже на сегодняшний день стали Экофарминг, ОО «Сыровар», французская компания «Савенсия» и Куршавельская сыроварня. То есть, вот двое, это наши, это «Сыровар», Куршавельская сыроварня. Хотя, название такое. Куршавельская, да. Это наши предприятия, которые находятся на территории нашего округа. Понятно. Ну, а там еще, по-моему, в закладке участвовал и наш Дмитриевский молочный завод. Вот Дмитриевский молочный завод, это и есть сыровар. О, сыровар, а не просто юрлицо другое, но это он и есть, да. Понятно. А то, думаю, где же молочный завод? Нет, по Головью, значит, есть также соглашение, если молока, ну, а его не есть ли, не будет хватать. Ну, если какие масштабы, озвученные объемы, то это, конечно. Более 20 тысяч тонн в год планируется сыро выпускать готовой продукции. Значит, молоко будет у нас, есть соглашение ряд с другими муниципалитетами, также с другими даже регионами. Соглашение там подписано на уровне Министерства сельскохозяйства. То есть, данное молоко, все, которое будет поступать на сырный кластер, будет проверяться на лабораторию. И готовый продукт тоже будет проверяться в данной лаборатории, которая будет на территории кластера находиться. Понятно. Ну, вот наш журналист, корреспондент задавал Андрею Юрьевичу Воробьеву, да, в ходе этого открытия, да, по качеству и по сбыту. То есть, он сказал, что это дело, в принципе, резидентов кто, но как вы считаете, справиться с резидентами с той задачей, которую перед ним поставили, действительно, сделать наш сыр конкурентоспособным? Я думаю, справиться. Вы же понимаете, они на сегодняшний день уже имеют заводы, да, они производят этот сыр. То есть, спрос есть на него, ну, благодаря, может быть, как вот Олег Сирота говорит на санкции, да, то есть, он благодарит постоянно президента нашего Владимира Владимировича Путина, да. Также и здесь санкции пока действуют. Народ все равно распробовал российский продукт. Вот, конечно, где-то он может уступать по качествам, но, тем не менее, вот сам лично пробовал нашу местную продукцию. Вполне, то есть, достаточно конкурентность может быть с европейскими сырами, тоже, ну, по-своему, хороши. Ну, понятно. Но технологии же вы знаете, да, и, допустим, вот в той же Швейцарии, то есть, в высокогорной, по-английски, там, в воздухе, там, в других условиях, а у нас, то есть, это все, это все, это все скажется, в конечном итоге? Нет, на качестве продукции наверняка, конечно, будет сказываться, но все равно, ничуть не хуже будет. Самое главное, чтобы это был действительно сыр, а не сырный продукт. Да, согласен, да. А то у нас порой делают, значит, пальмовое масло и сухое молоко, и в производстве. Я думаю, на данном классе этого не будет у нас. Продукция вся будет представлена у нас на торговых точках Дмитровского городского округа и Московской области. Также в планах есть там, может быть, прямо при заводе магазин открыть какой-то, и все продукции будут представлены, то есть, жители и гости могут приезжать, пользоваться спросом. Понятно. Но вот, возвращаясь к сельскому хозяйству, ситуация, вот в данный момент погода благоволенна, да? То есть, можно убирать урожай спокойно. А если вдруг начнутся дожди, силы, сил хватит у наших сельских тружеников, то есть, есть ли привлеченные люди, то есть, наверняка есть, да, из других регионов? Конечно. Нет, с этим справимся, просчитываются и риски на сегодняшний день, то есть, никто от этого не застрахован, и погодные условия могут быть разные. Ну, понятно. Также вот один год, если помните, был, допустим, этот свиной гриб, допустим, да, тоже пришлось истреблять, скажем так. Также здесь никто не застрахован от этого, поэтому... Ну, кстати, вы упомянули свиной гриб, но ведь в нашем районе раньше было два свиноводческих хозяйства, достаточно мощных. Сейчас как бы нет ничего. То есть, не планируется ли в будущем? Не готов ответить, пока только вхожу в курс дел. Уточню обязательно сообщу вам. Потому что это действительно, в принципе, во всем мире выгодно, почему у нас не выгодно. Но не может же Мираторг кормить всех? Всех, всю Россию, да? Правильно? Согласен. Ну, развивается сеть, это тоже, знаю, по регионам хорошо. Хорошо, да, в продолжении темы инвестиций хотелось бы остановиться на других проектах, которые в настоящее время реализуются или будут реализовываться на территории нашего округа. Наиболее крупные, то есть, и как у них складывается положение дел? Вот на сегодняшний день у нас на территории Дмитровского округа в стадии реализации находится более 30 проектов общей площадью, ой, не площадью, общей стоимостью, стоимостью порядка 7 миллиардов рублей. Наиболее крупные из них, это, конечно, инвестиционные проекты в сфере логистики. Самый большой у нас масштабный проект по созданию международного терминального логистического центра «Белый Раст». Это инвестиционный проект ООО «РЖД» и крупной китайской компании «Инко-Порт». Проект предусматривает создание на земельном участке на площади более 177 гектар сухого порта железнодорожного терминала, позволяющего принимать и обрабатывать ускоренные контейнерные поезда. Напрямую будет линия с Китая, будут приходить сюда груза контейнера. Общая площадь крытых складских помещений составит около 250 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций, которые планируются туда влить, более 20 миллиардов рублей. Запуск комплекса в полном объеме, он будет поэтапно вводиться, позволит создать более полторы тысячи рабочих мест. Сроки примерно окончания реализации проекта у нас до 2022 года. На сегодняшний день такие стоят. Также у нас вблизи деревни Зараменья реализуется еще один масштабный инвестиционный проект. Это построительство крупного логистического центра фирмы «Леруа Мерлен». Здесь он самый крупный не только в России, но и в Европе. 140 тысяч квадратных метров под одной крышей. Планируется уже открытие в этом году. Его они достраивают. Там также будет создано около тысячи рабочих мест. То есть метровчанам ближе, чем Москву? Да, они уже проводили ярмарку вакансий на базе торгово-промышленной палаты нашей. То есть там с ними встречались, прорабатывали, когда люди пойдут на работу, чтобы были какие-то маршруты, автобусы, там прорабатываются вопросы с остановкой. То есть логистики доставлять наших граждан, чтобы люди не ездили в Москву на заработки, как можно меньше тратили на дорогу, оставались здесь, работали здесь и приносили пользу нашему округу. Проект уже в первом квартале 2020 года планируется к запуску водоусплотацию. Также у нас на территории индустриального парка Подосинки завершено строительство производственного комплекса по выпуску ковровых изделий. Общая площадь 22 тысячи квадратных метров. Это роял ТАФТ. Тут общий объем инвестиций составил около миллиарда рублей. Производственная мощность предприятия это 200 тысяч квадратных метров тканных ковров и 550 тысяч метров ковролина в месяц производят они. Он, комплекс готовится уже к водоуэксплотацию, ну вот запланирован в конце четвертого квартала текущего года. Там поочередно, там по-моему же какая-то очередь работает, да? Ну они пробные запустили, но официально, к концу года, да. Также у нас в монастыральном парке Подосинки там же реализуется еще один инвестиционный проект по строительству и производству кормов для домашних животных. Значит, научно-производственный центр кормовых технологий. Здесь площадь возведенного здания порядка 8 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций по проекту около миллиарда рублей составил. Будет создано порядка 60 рабочих мест. Планированная мощность завода это более 20 тысяч тонн кормов в год. Планированная ввод в эксплуатацию это второй полугодие 2020 года. Вот, также у нас вблизи поселка Некрасовский на территории бывшего предприятия Минобороны, там заброшенная часть порядка 47 гектар, будет реализован крупный инвестиционный проект по созданию производства стальных труб у Дмитровский металлоцентр. Объем инвестиций по проекту составит около 700 миллионов, он тоже поэтапно вводится. И планируемый объем производства 50 тысяч тонн стальных труб в месяц. Будет создано около 500 рабочих мест. А как они собираются делать? Это же прокат же должен быть? Там будет прокат, вот они поэтапно сейчас цех один отделывают, на следующий год начинают запускаться. И когда на пиковую мощность выйдет завод, то есть 500 человек будет трудоустроено и производить. Кроме этого, также у нас помимо новых строительств, таких дагестических центров, предприятия постоянно проводят модернизацию. Например, в этом году Дмитровский молочный завод запустил новую линию по производству мороженого с максимальной мощностью 15 тысяч штук в час. Наверное, уже попробовали мороженое, да? Нет, уже не пробовал. Вот попробуйте, мы были на экскурсии на заводе, то есть увидел своими глазами с нашим главой по ночам Игоревичем. Все очень вкусно, достойно. И также продукция представлена уже во всех сетях. То есть у нас уже представлена? У нас уже, да, представлена, можно купить, попробовать, реально хвалят. И вкусно, сам вот пробовал лично. В сутки с контейнера сходит около 28 тонн мороженого. Стоимость проекта свыше 300 миллионов рублей. До конца 2019 года планируется также приобретение оборудования для цеха по производству твердых сыров. С мощностью до 15 тонн сыра в сутки. И также они наши резиденты в сырном кластере. Это вот то, что касается как раз инвестиций. Ну, вообще масштабные планы такие, да, главное, чтобы они все реализованы. Но, в принципе, если это все удастся, то безработицы у нас не должно быть, да, вокруг? Вот мы почему и хотим к этому прийти, чтобы люди не ездили. Сейчас, знаете, у нас маятниковая миграция есть такая, да, утром уезжает в Москву, вечером приезжает, да. Мы хотим создать как раз здесь план, глава перед нами поставил. И не только перед нами, перед собой губернатор говорит, чтобы развивались инвестиции. Чтобы народ меньше ездил, да. Работал здесь, на местах, быстрее домой добирался, проводил больше времени с семьей. Для этого будут создаваться и городские комфортные условия. В связи с тем, что будут у нас данные предприятия работать, поступления в бюджет будут больше, соответственно. Понятно. Ну, согласитесь, допустим, в Европе, ну, наверное, может быть, ну, 60% доходов составляет все-таки малый бизнес, да? Да. Крупных предприятий там не так много, хотя есть, конечно, монстры. Что вы можете в этом направлении у нас? Как у нас малый бизнес развивается? Какие направления наиболее такие востребованные? А где, может быть, есть еще смысл? И удалось ли вам познакомиться с работой того или иного предприятия? Какой вопрос? Спасибо за вопрос. На 1 августа данными, которые предоставили нас налоговые, это открытые, в открытом доступе, на территории Дмитриевского городского округа зарегистрировано 7578 субъектов малого и среднего бизнеса. В основном это индивидуальные предприниматели. Их у нас 4761. Это почти 63% от общего количества МСП. Подавляющее количество предпринимателей заняты в сфере торговли. Но следует отметить, что сфера производства также развивается и представлена интересными и перспективными предприятиями в нашем округе. Развитию предприятий малого и среднего бизнеса уделяется огромное значение, как на местном уровне, так и на областном. Так, помимо образовательной и конституционной поддержки, оказывается и финансовая поддержка. Ежегодно проводятся конкурсы на право получения субсидий из бюджетов разных уровней. Это и областного, и нашего местного бюджета. К примеру, в 2018 году получателем субсидий из областного бюджета на сумму более 32 миллионов рублей стали 7 организаций нашего округа. На муниципальном уровне поддержку получили 13 организаций на сумму 12 миллионов рублей. Уже в 2019 году на уровне области нашими предприятиями подано 7 заявок на получение субсидий на модернизацию и лизинг. Также впервые в 2019 году проводится областной конкурс на субсидирование затрат субъектам МСП. Осуществляется деятельность в сфере физической культуры и спорта. Желающие еще успеют подать заявки, принять в нем участие. До конца сентября подаются заявки. Всю необходимую информацию, если кому-то нужна консультация, можно позвонить по телефону администрации, добавочный 1100. Там все объяснят, как подать, какие документы нужны, будут ли они участвовать в данной программе. Понятно. Не планируется ли увеличение этих сумм? То есть все-таки инфляция и все прочее? В том числе и в бюджете же нашем тоже нужно закладывать. Мы по мере поступления заявок данных смотрим на сегодняшний день спросом. Нужно их координировать, корректировать. Все равно это всегда индивидуально. Допустим, по сравнению с прошлым годом, как при организации, было 12 миллионов рублей, потому что сельских поселений были деньги еще. В этом году на миллион поменьше, 11 миллионов у нас в программе стоит. Но опять же мы смотрим, там программа на подпрограмму разбивается. Смотрим, где больше спросом, это модернизация, либо лизинг кому-то оплатить. То есть принимают участие. Но вообще сложный механизм получения этой помощи, участия в программе. То есть нас как отслеживали, одни и те же предприниматели или все-таки разные? Разные предприниматели. Разные обращаются каждый год, да? Там тоже смотрят область. Допустим, если на областные или мы смотрим на местном уровне предприятий, которые принимали участие, то есть они, конечно, вправе подать. Но там же есть условия определенные, которые они выполнят. Если они выполняют, то как бы... Почему бы не помочь, не пойти навстречу данному предприятию, конечно. Ну, понятно. Но меры поддержки в будущем планируется увеличивать? Да, план такой стоит. Также хотелось бы напомнить, мы компенсируем то, что в рамках модернизации это 50% понесенных затрат, но не более 1,5 млн. рублей на одном предприятии. В рамках лизинга это 30% стоимости предмета лизинга в пределах первоначального взноса, но не более 1 млн. рублей. В рамках социального предпринимательства это 50% понесенных затрат, но не более 400 тыс. Вот. Если, конечно, говорить о планах на 2020 год, то, безусловно, мы хотим слышать бизнес, рассматриваем все предложения, поступающие от бизнес-сообщества при разработке новых мер поддержки. Вот. Что еще сказать? Ну, у вас недавно была встреча с представителем малого бизнеса. Насколько заинтересованно она прошла? Да. Вот как раз там рассказ... Остро, не остро, то есть были какие-то такие вопросы, которые вы сразу не можете ничего ответить на них, то есть заводили в тупик? Нет, вопросов таких не было, да, то есть у нас круглый стол, скажем так, был организован, был представитель налоговой службы нашей, то есть также сотрудники администрации... Они были в роли спикера, да, то есть вопросы задавались налоговой инспекцией, почему вы нас мучаете проверкой? Нет, там не то, что проверки, бывает при подаче заявок на конкурс, бывает, чтобы не было налоговой задолженности, да, бывает, то есть там, грубо говоря, копейка пеня болтается, уже это причина для отказа. Пишут, что да, есть задолженность. Да, есть такая проблема, то есть казалось бы абсурд, там копейка, да, там или 10 копеек образно, да, то есть и вот мы как раз вот эти моменты, чтобы не было при подаче заявок, готовим все документы, у нас сейчас даже, забегая вперед, расскажу, открылся такой офис «Мой бизнес», там все это консультируют, показывают меры поддержки, как правильно подать документы, вот для этого... Хорошо, представители налоговой инспекции услышали вас? Да, услышали, но они говорят, что есть такой на период отчетной даты, то есть объяснили, как этого избежать, больше даже. А, то есть попросите заявку до того, как вы отчитаетесь, да, чтобы вам дали справку, что вас не задавали? Да, проверять просто, да, бухгалтера вопрос тут как бы. Ну, то есть такой технический нюанс, который позволяет в полной мере участвовать уже в этом конкурсе, да? Да, конечно, по итогам этих встреч с предпринимателями определенный понятен перечень насущных вопросов у нас, это волнующие наши предприятия. И вопросы эти чаще всего лежат в сфере земельно-мучных отношений, допустим, некоторые предприниматели, у нас не буду называть, они все работают, состоявшиеся уже, хотят расшириться, допустим, просят увеличение земли. Вот одно предприятие сейчас тоже прорабатываем, там, на 2 гектара хочет увеличить, другое на 6 гектар, да, то есть строить также производственные площадя, кто-то складские площадя хочет строить. Ну, а это складывается с генпланом, который уже готов, то есть... Там и позволяет в том-то дело, они смотрят тоже, все знают, все же в открытом доступе сегодня, на сегодняшний день. Они понимают, что им надо, рядом с ними эти участки находятся, кто-то, допустим, подбираем участок в индустриальных парках для расширения. Ну, то есть в этом они видят вас помощником, да? Да, стараемся помочь, быть проводником, где-то, если даже не наш вопрос, чаще областного характера, то есть... Ну, а вот насколько правильно, что, в принципе, все вот эти вопросы, раньше они решались на местном уровне, а теперь все передано... Полномочия. Полномочия в Москву, насколько это правильно? Тут тяжело судить. Наверное, неудобно же, наверное. Есть, да, некоторые... И проблемы, казалось бы, которые можно решить на местном уровне, да? Да, ведь вы здесь выехали на место, посмотрели, подумали, как лучше сделать, сделали, потом отчитали, все равно вас могут проконтролировать, но, по крайней мере, первоначальная работа, все воздействие на местах. Ну, на сегодняшний день область тоже не стоит на месте, она придумывает у нас все порталы, те же самые госуслуги, МФЦ, знаете, да? То есть порталы РПГУ, то есть предприниматели могут не выходить из своего офиса, подать все документы, загрузить, если что-то будет не хватать, они также подгрузят и отправят все заявки, это все делают сейчас в электронном виде. Ну, то есть мы избегаем такого факта, как человеческое общение. Да, человеческое общение, то есть... Ну, насколько это вообще правильно, как? Ну, я считаю, что это правильно, проще все загрузить, то есть с компьютером общаясь, с человека не видишь, с кем пополняет исполнителю, он смотрит, люди даже не знакомы, понимаете, что всяких факторов разбежать, да? Нет, но вы сделали какую-то одну неточность, компьютер сразу раз вас отправил, у вас неправильно подана заявка, и все. Вот как раз он даже сейчас так делает программы, что вы не сможете даже загрузить, если у вас чего-то не хватает, либо что-то неправильно, да. То есть работает, постоянно модернизирует. То есть программа электронное правительство, она в полной мере уже на территории Подмосковья реализуется? Удобно, там, во-первых, сроки, а, все выдержаны, да, на сегодняшний день, то есть ты знаешь, что ты подал, что не потеряется, бывает же чиновник там заболел, еще что-то, да, а здесь уже сроки стоят. То есть коррупционная составляющая тоже пропадает, да? Да, давно уже пропало этого, нет уже. То есть таким образом мы избавимся? Да, боремся по курсу президента. Так, хорошо. Но вот все-таки возвращаясь к малую бизнесу, где вам удалось уже побывать на каких предприятиях? Ну, что касается больших, это я был на нашем автополигоне на Ми, с Денисом Загарином познакомился лично, с руководителем. Как, предприятие впечатлило? Да, предприятие, учитывая его историю, недавно у них был юбилей, как раз он тоже был на юбилей на данном, то есть молодцы развиваются, без ложной скромности можем сказать, что они тестировали автомобиль нашего президента, знаете, да? Да, да. Поэтому нам, опять же, Дмитриевскому округу есть чем похвалиться, да, перед другими жителями. Ну, раньше автополигон, он был крупнейший по территории во всей Европе, не знаю, сейчас осталось или нет, это показатели, и здесь испытывались, конечно, многие. Да, они испытываются, они на самоокупаемости находятся, то есть разговаривал с руководителем, заказов у них на сегодняшний день много, это и от таких фирм, как КамАЗ, Рено, Ниссан, то есть Порш, по-моему, они много чего тестируют. Вот, поэтому, дай бог, только процветание этому предприятию. Также на Дмитровских овощах был, агрокомплексе, с Сергеем Филипповым познакомились лично, до этого он говорил. Он вам рассказывал историю, что все начиналось, нет? Не рассказывал. Ну, у него было совсем малое предприятие, он вместе с немецкой фермой его создавал, и вот выросли до такого моста. Им есть чем похвастаться, на самом деле, да. Вот, в ближайших планах хочу посетить фирму ЛЕКО, это спортивное снаряжение, которое в Новосеньково находится. С ней я, когда узнал, что здесь находится, ну, сам больше говорю желанием, раньше как раз мы начинали, когда заниматься воркаутом, да, еще там в поселке все, мы ездили, как раз покупали станок там у них на ЛЕКО. Даже такая смешная история появилась, мы покупали с ребятами турник с брусьями, да, приехали на большой машине, на газели, а там все в коробках, все для сборки, то есть в легковую машину даже можно было поместить. То есть такое воспоминание хорошее об этом заводе как раз. Мимо проезжаю, вижу, как у них там площадки вот эти бесплатно они сделали, то есть планируем их привлекать также, сейчас глава пришел у нас, но вы не знаете, недавно, планируем их привлекать, чтобы они в городе как-то строили для наших жителей. То есть продукция у них качественная, хорошая. Понятно, ну, а еще несколько лет назад, что значит умело руководить, еще несколько лет назад это предприятие было, ну, на стадии банкротства практически, ну, на грани банкротства. То есть, а вот новая политика, новая продукция дает... Нет, предприятие хорошее, производит, все. Сейчас, тем более, знаете, у нас в стране акцент на спорт пошел большой, и меры поддержки государственной есть, и модно стало спортом заниматься. Понятно. Для молодежи. Ну, а планов-то, наверное, громадеж все-таки познакомиться, у нас много предприятий своеобразных, интересных, то есть вы планируете, да? Планирую, да, говорю, завтра еду как раз в индустриальный парк Подосинки, намеченная встреча, поедем, посмотрим, как там. То есть, Роял Тафт хотите посетить? Не только Роял Тафт, там... Аиростоун. Все вот эти, да, предприятия посмотреть завтра, как получится, все, не все, там, договоренность есть, завтра встречаемся. Ну, для себя поставил такую цель, раз в неделю объезжать там, либо это, ну, индустриальные парки, сельское хозяйство, допустим, да? Угу. Хорошо, это правильно. Но вы уже упомянули отчасти, что у нас открыт офис «Мой бизнес», да? Причем он одним из первых в Подмосковье появился. Какие задачи перед ним поставлены? И насколько вообще это затратно для нашего бюджета? Или это все-таки, как говорится, денежки из другого кошелька? И Дмитрий Овчин, это не должна волноваться, Роблев. Значит, на сегодняшний день по Московской области таких офисов 12 открыто. Это бюджет правительства Московской области, в частности, Министерства инвестиций и инноваций, за что им огромное спасибо, что они такой продукт продвигают сегодня. Это помощь, в первую очередь, предпринимателям нашим, тем, кто решил заняться бизнесом. Можно обратиться даже просто, пока вы планируете только открыть, пойти узнать, какие есть меры поддержки, что вообще, как, с чего начать при открытии предприятия. То есть полностью там консультируют. У нас там молодой, энергичный руководитель Полякова Анна. Можно всегда прийти, обратиться, либо на почту написать, либо по телефону позвонить, проконсультируют всегда. Команда там молодая, энергичная у нас создана. Понятно. Но а услуги для предпринимателей, они бесплатные? Все бесплатно на сегодняшний день. То есть все бесплатно. Но вы говорите, молодая, энергичная, а опыт есть, работы в бизнесе и все прочее, это немаловажный фактор. То есть пришел молодой человек, я хочу начать свой бизнес. С чего лучше это сделать и в каком направлении? Руководитель. То есть здесь должно быть чутье. Есть ли смысл этим заниматься? К примеру, скажешь, я хочу открыть туристическое агентство. А у нас их в городе уже 15 штук. Есть ли смысл? Человек, данный руководитель, он не просто так там оказался. Он с опытом. Он достаточно давно работает в нашей торгово-промышленной палате. То есть непосредственно контактирует со всеми предпринимателями нашего округа. То есть сферу как бы знает. Сферу знает, да. То есть почему у нас создана даже на базе торгово-промышленной палате, чтобы если где-то она даже не будет знать, некомпетентно. То есть всегда можно на одном этаже там, на втором находится. То есть есть всегда соседи, которые подскажут, помогут. С кем-то состыкуют, да? Да, состыкуют. У нас там есть и президент дорогой промышленной палаты, и вице-президент. Они всегда на месте находятся, кто-то всегда подскажет. Хорошо. Ну, сельское хозяйство и такая больная проблема, как борщевик, хочешь не хочешь, напрямую связаны. И насколько, если я не ошибаюсь, по-моему, эта проблема тоже на вас возложена. Да, борщевик тоже. В этом году как никогда рано начали заниматься. То есть есть результаты от того, что... Результаты на сегодняшний день есть. Вы можете сами, в принципе, наблюдать. По территориям есть, да? Борьба такая началась еще в прошлом году у нас на всей территории Московской области, да? То есть, вообще, как мы работаем? На сегодняшний день у нас создана рабочая группа по выполнению мероприятий, направленных на уничтожение борщевика Сосновского на территории округа нашего. В составе которой также вошли сотрудники администрации, территориальных управлений. Это РУАДА номер 9 ГБУ Мосавтодор и Дмитриевские филиалы Мосовл-Лес. Информация о локации борщевика Сосновского у нас занесена в региональную географическую информационную систему. Для жителей, любой житель может ознакомиться с данной картой по ссылке, указанной на сайте администрации Дмитриевского городского округа. Также рабочая горячая линия у нас, это по телефону администрации, добавочной 1237 можно позвонить, сказать, где произрастание борщевика данного. Что сказать о борщевике Сосновского? Это, конечно, растение, полное истребление которого требует многократной обработки одного и того же участка поражения. По состоянию на сегодняшний день проведены мероприятия по удалению борщевика Сосновского в рамках контрактов, обработанной ядохомикатами, около 385 гектар. Силами службы благоустройства нашего округа окошено около 67 гектар земельных участков. Вдоль автомобильных дорог, обработанных нашим Руадом, за что им огромное спасибо, это около 680 гектар, вы сами можете ездить на машине и видеть, то, что побочные действительно становятся меньше. Также с нашими собственниками земельных участков окошено около 980 гектар. Общий план на сегодняшний год у нас около 1130 гектар. До конца октября мы планируем завершить данную программу и будет выполнено. Также хочется напомнить нашим жителям и собственникам земельных участков то, что принят как раз закон Московской области о внесении изменений в закон Московской области, о благоустройстве Московской области. И кодекс Московской области об административных правонарушениях. То, что установлена обязанность по удалению борщевика Сосновского и штрафы за неисполнение обязанности. Значит, для юридических лиц это у нас от штрафа от 150 тысяч до 1 миллиона рублей, достигают для должностных лиц от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. И гражданам у нас от 2 тысяч до 5 тысяч рублей. На сегодняшний день у нас уже есть такие прецеденты, штрафы наложены, бюджет поступило около 170 тысяч рублей. То есть, понятное дело, что я как житель даже, я его сам не сажал, но на своем участке я его должен истреблять, дабы он не распространялся по соседним участкам. То есть, у нас муниципальный земельный контроль выявляет собственных земельных участков. И вначале мы выносим предупреждение, чтобы собственник обработал. Если собственник не обрабатывает, значит мы уже накладываем штраф в административной комиссии. Понятно. Вот, кстати, мы заговорили по борщевике, и у нас появился вопрос, может быть, как раз на эту тему. Слушаем вас, говорите. Добрый день. Добрый вечер. Здравствуйте. Я вот хотела задать вопрос, какая борьба по улице Почтовой за общежитие. Там частный сектор. В одном доме не живут уже старые, а другой стоит. Там раньше строили, ну, когда, вот, знаете, здесь за казначейством. Там мы писали, приходили, скашивали, верхушки срубили, на том закончилось. А туда дальше, там все забито этим борщевиком. Крайпотребсоюзу туда и дальше. Понятен вопрос. Частные участки, я так понимаю, да? Ну да, но это получается в центре города. Это получается между администрацией до западной обезонной дороги участок. То есть он там за забором, где гараж, МВД и дальше площадка за общежитие. Значит, тогда сейчас не готов ответить, да? Да. И мне надо поговорить с моими специалистами. То есть вопрос записал, адрес записал, проработаем, посмотрим. К сожалению, на частной территории мы опять же не можем обрабатывать, да? Потому что это нецелевое использование бюджетных средств идет. Я так понял, что там дом заброшенный на сегодняшний день. Собственник наверняка будет известен. Поднимем данный вопрос, тем более, если обращались. Кадастный номер наверняка известен. А вообще, вот на Добродел много жалоб по поводу борщевика? Вы знаете, он как-то приходит весной, когда начинает прозрастать. То есть дачники понаезжают, да? Местные жители обычно нам звонят, говорят, да? По Доброделу тоже есть жалобы, мы их отрабатываем. Получается иногда не быстро. Вот даже с частными землями, да? Вот в частном вопросе. То есть мы написали предупреждение, человек не покосил. Потом выходим на административную комиссию. Там тоже есть процедуры, которые надо выполнить. Это, ну, сроки. Иногда бывает, грубо говоря, кажется, не работаем, проходит там... Ну, у нас было два направления. Вот бывшее поселение Яхромское, Яхрома, да? То есть в районе Подьячево, Ольгова там. И Костинское направление. Вот там было. Ну, в последнее время я там не видел. Не был просто-напросто. Там ситуации поправили. Ну, вот в Яхроме, где Подьячево, сам проезжаю, вижу поля. Убирают его и обрабатывают. То есть раньше было просто вот заросли. Если вы ездите, то есть... Ну, а не везде, говорю. Это за один год побороть его нереально. То есть программа рассчитана на 5-7 лет. То есть если, опять же, всем бороться, а то, получается, один косит, я про что говорю, а сосед не косит, семена вырастают, падают опять ему на участок. И завтра, ну, на следующий год уже вырастают опять по новой. Ну, понятно. Самое главное это делать, не ждать пока косит. Только вот взросло, сразу нужно обрабатывать. Как национальная, скажем так, проблема. Надо всем вместе брать и бороться с ней. Пока все это не поймут, что надо все вместе только победить эту заразу. Да, потому что порой вот путешествия по стране, допустим, в Неградской области было, там тоже целые поля. Есть регионы, их нету, допустим, да, то есть непонятно. В Московской области, да, есть такая проблема. Дмитриевский округ. Ну, спасибо Никите Сергеевичу Хрущеву. Да, завелся. Покормить коров, от чего потом, опять же, знаем, молоко стало горькое, и от него отказались, но уже девать его некуда было, этот борщевик. Он уже разрастался с большими темпами. Ну, это происки, как говорится, и логической борьбы. Ну, то есть в этом параллении работы ведется и будет в следующий год средство предусмотрено? Да, предусмотрено средство тоже. В бюджете. Значит, будет также и МОЗ Автодор предусматривает средства, то есть и обллес, и все службы, которые, участки выявлены. Уже план намечен даже обработки земель. Понятно. Ну, у нас есть такие территории, которые действительно, вот, собственник имеется, но собственник не родивый, да? То есть выкупил своё время участки, будешь уходить, ничего не делает. Вот, а механизм изъятия достаточно сложный. Ну, изъять точно, да, это сложный вопрос. Но вот оштрафовать, но опять же, оштрафовать не оштрафуют, вы услышали, для физлиц, штрафы смешные по-русски. Нет, я имею в виду про крупных сельских хозяйств. Они даже вот крупные поля на физлицо оформлены, уже, то есть штраф там, но две, пять тысяч рублей, вы понимаете, что это. Ну, понятно. Да, то есть тут чисто на совесть, собственно. И изъять очень сложно. И изъять очень сложно, да. Но здесь как раз земельный контроль, так называемый. Да, муниципально работают. Работаем, да? Ну, вызываем их на комиссию, всё равно людей привлекаем как-то. Хорошо. И ещё одна есть у вас такая проблема. Проблема, которая остро встаёт как раз ближе к осени, с начала учебного года, когда дачники с детьми уезжают в Москву, и у нас появляются бездомные собаки. Да, есть на сегодняшний день такая проблема у нас в округе, да? Что могу сказать по данному вопросу? В настоящий момент все отловленные безнадзорные животные на территории Дмитриевского городского округа после передержки и необходимых медицинских процедур остаются на пожизненное содержание, здесь подчёркну, пожизненное, в благодоверительном фонде помощи бездомным животным НИКО в городе Зеленограде. Благодаря активному участию администрации Дмитриевского городского округа достигнута договорённость с компанией «Роял Канин», знаете, завод по производству кормов, о поставке кормов для фонда НИКО на безвозмездной основе. То есть они раз в месяц привозят им корма для наших собак, которые там передерживаются, они ни в чём не нуждаются, в тепле находятся. То есть это виноград. А вы знаете, что у нас есть своих два приюта? Да. Ну это частные. Частные, да. Вот им-то какую-то... Ну, по крайней мере, мы недавно совсем снимали сюжет, и вот хозяин этого сказал, что, ну, конечно, хорошо, но может быть всё-таки какая-то помощь, может быть, оказывается. Ну вот сейчас... Хотя бы с пониманием относиться, что нужны расширения территории и всё прочее. С ними ещё не встречался, не могу сказать, но я думаю, в принципе, слышали, до этого мы разговаривали, то, что у нас завод строится по производству кормов, я думаю, мы их попросим тоже, не откажут нам, будут помогать. У нас сейчас уже два действующих. Роял Канин и ещё у нас есть в этом. Ворудил. Вот Витя не познакомился ещё, не знал, да? Может быть, есть, уточним. Есть смысл ещё их попросить, потому что действительно... Хорошо. То есть в этом направлении тоже работа ведётся. Да. Ну вот на сегодняшний день у нас по сегодняшнему числу отловлено около 300 в этом году безназорных животных. Они все на передержке там находятся. Также можно, если вы видите, грубо говоря, животное, которое пугает или ещё что-то, да, можно звонить по телефону администрации, добавочный 1260, напоминаю, для наших телезрителей. Вот. Рассказать, где вы видели данную собаку. Даже фирма, которая по отлову занимается, выезжает, если не находит её, она на следующий день выезжает, по описанию ищет. То есть пока не поймает, в любом случае не оставляет без присмотра данный вопрос. Ну, случаев нападения стаи у нас, слава богу, нет. Чуть фу не было, да. Вот по предыдущему месту работы моего городского кругаиста у нас был такой случай, вся страна об этом слышала, в принципе. Ну, а зоозащитники не мешают вам в этом? А собак же здесь как раз, ну, вот, почему закон выработан, да, их не усыпляют, не убивают, да, то есть жестоко с ним не обращаются. Их стерилизуют, ну, сетками либо уколами, которые усыпляющие, да, то есть на время. Потом отвозят их, наоборот, в хорошие условия помещают. Некоторые потом даже бабушки просят, вот, верните собачку, то есть вы её простерилизуете, там, ну, медицинские все препараты ведите, как надо, чтобы от бешенства, не от бешенства, да, и мы сами будем кормить там. То есть бывают и такие случаи даже, вот, просят. Ну, в принципе, стерилизованная собака, она становится менее агрессивной, да? Да. То есть это уже доказано. Это научно доказано. Научно доказано, да, поэтому это как раз именно в этом вопрос стоял. Да, чтобы... В нашей клинике, они, ветераны, они кого-то могли стерилизовать, но в масштабах всем этим заниматься, бесплатно, конечно, это проблематично, потому что... Нет, также меры поддержки есть и без бюджета на этот отлов собак на стерилизацию. Все предусмотрено. Хорошо. Александр Витальевич, но какие мы еще аспекты вашей предстоятельности не осветили? Чем мы... Или все... Все вопросы, которые вы курируете, как бы мы осветили? Ну, потребительский рынок. Потребительский рынок, кстати, вот по этому направлению. Что у нас? На сегодняшний день у нас... Стандартная торговля-то у нас есть? Да. Она всегда есть, присутствует, то есть, да, от этого никуда не делись, на сегодняшний день от граждан уже зависит, да. На сегодняшний день у нас идет демонтаж нестационарно-торговых объектов, у которых закончились контракты. Разрешение, да? Да, контракты на размещение их. Будет разыгран новый аукцион, объявлен на сайте администрации, вывешено, да, когда он будет проходить в ближайшее время, я думаю. Во-первых, это будет новый внешний вид данных павильонов у нас. Все будет современно, светло, стеклянно, такие будут полупавильоны, чтобы красиво было. И контракты будут разыграны на пять лет у нас. Понятно. А вот еще вопрос. Я знаю, фермеры некоторые, да, жалуются, что именно передают разрешение на торговлю с машин. Вот были такие жалобы, да, на сегодняшний день, опять же, благодаря Министерству потребительского рынка, сельского хозяйства, есть такая договоренность, то, что нашим фермерам давать без права проведения, предоставлять место для торгового павильона, допустим, без проведения торгов. Но он, опять же, этот фермер вот приходил, недавно один у нас фермер, да, кому-то выгодно, кому-то невыгодно, да, объясняем ему, что ты можешь торговать по закону, поэтому, да, только со своими овощами, фруктами, допустим, да, что ты производишь на собственном участке. Не, ну ему строить, конечно, павильоны, это проблематично, а они же как привыкли, то есть вот он привез машину и тут же продал, людям рядом удобно. Есть такие разрешения мы выдаем, значит, вот фермер одному буквально недавно выдали картофелем, который занимается, собирает, он прям с машины, фамилию сейчас не готов. А где разрешено ему трое? На космонавта? На космонавта, по-моему, да. Который местный житель, да, вот ему как раз он пришел, обратился, и заранее он пришел еще, он знал, что будет скоро уборка урожая, говорит, мне надо будет продавать, жители все знают меня местные, всегда берут, у него там цена в два раза дешевле, чем даже в сетевиках, я так понимаю. Ну да. То есть не жалуются никто, картофель хороший, вот помогаем. Ну вот я как раз про него хотел знать, потому что я тоже... Парень молодой. Покупал у него картофель, но у него есть точка, ну а у кого нет автомобиля, чтобы приехать к нему? Он прямо с грузовика, да. То есть раньше ему запрещали? Нет, все, договоренность достигнута, он торгует. Хорошо. Ладно, ну все, наверное, как? Да, еще раз хотелось поблагодарить вас, Михаила Николаевича, что пригласили к такому разговору. И какие пожелания дмитровчанам будут? Дмитровчанам, ну, хочу поздравить еще раз с наступившим днем города, юбилей празднули в эту субботу, 865-летие было городского округа Дмитров. Пожелать всем хорошего настроения, чтобы жители такие же оставались добрые, открытые. Я хожу по городу, то есть чувствуется доброта жителей, гостеприимество дмитровчан. Поэтому всем спасибо еще раз. Ну что ж, этими добрыми пожеланиями мы завершаем наш сегодняшний эфир. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был заместитель главы администрации Минско-городского округа Александр Витальевич Айропетов. Я благодарю нашу гостю за участие, Александр Витальевич. Ну, успехов вам, чтобы вы как можно быстрее узнали наш округ, предприятие, чтобы предприниматели находили с вами общий язык в решении возникающих проблем. Ну и чтобы вы были почаще у нас в гостях, освещали эти темы, которые в настоящее время работают. Приглашайте, всегда готов. Мы с вами прощаемся, всего доброго, до следующего вторника. Редактор субтитров А.Семкин